Всем привет, с вами Хьюг. Я продолжаю проходить. Стал Крыпавшая Звезда. В честь наёмника. Я сейчас в пещере. Здесь страшно. И темно. Так, вот там вот сидит кровосос. Ну пофиг. Так, просто бежим. Здесь вот какой-то переход. Так что встретимся там. Так, тут у нас сейчас задание. Страшная пещера выполнена. Вот страшная пещера выполнена. Так, и сейчас нам надо как-то отсюда выбраться. Это сейчас локация свалка. Тоннель. Но я сначала подумал, что это локация Агропром. Там тоже такой тоннель. Нам почему-то показывают вернуться туда, типа в пещеру, но это переход на Янтарь. А если туда перейти, там ничего нету. И потом показывают перейти на... Идти там, где лаборатория Х-16, хотя перехода до лаборатории там нету. Но я туда даже не ходил. Это, наверное, какой-то глюк. Так, как тут выбраться? Да ё-моё. Что ж такое, как тут выбраться? О, тут можно пройти. Так. Так, 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 так. Всё отлично пока что. Ух ты, на свалке хорошо. На свалке не темно. Я сейчас яркость немножко, наверное, понижу. Так, немножко понизил яркость. Так, кстати, у нас задание сейчас. Сообщить полковнику о найденном вертолёте, который был в лаборатории. И принести вещи эти Бормана. Ой. Мне страшно, что он сейчас превратится в кого-то. Ой, их тут дам два. Блин, что ли? Блин, ну вот. Ну вот почему? Да. Как он меня достал? О, там сейчас этот чел его заварит. Должен заварить. Так, ну что? Всё? Нет, не всё. Слушай, а ты ни в кого не превратишься, чувак? Я надеюсь, он его завалит. Ай. Ай! Блин. Мне уже патроны надоело на это тратить. Ай, он сюда идёт. Я нашёл. Блин! Их два, да ну нафиг, я... Убегаю нафиг. Ё-моё, их два. Так, ну я рад, что свалка переменилась. Ой, тут что, ещё кто-то? Ходит, ладно. Надо быстренько убегать, что он сейчас выйдет и нас... ...законтролирует. Так, надеюсь, на кордоне тоже будет так не темно. Ну, пока что... ...всё нормально. Так... ...бежим, бежим. Ну, всё, встретимся... ...там. Так... ...на кордоне всё стало нормально. И этому очень рад. И ещё я рад тому, что... ...у нас теперь стрелочка показывает вот сюда. А не... ...на переход на янтарь. Хотя там должен быть... ...быть переход на... ...назад в пещеру. Так, тут собачки. Так, это я завалил. Да, это я завалил. Можно хвостик забрать. Кстати... ...хочу испробовать эту пушку. Эй. Я собаку не убил даже. Когда в задницу я стрельнул, она не умерла. Что за... Что за бред? Да сколько надо было выстрелить, чтобы её убить? Ну, ладно. Так, пока что я никого не вижу. Если я увижу какого-то чела, надо просто от него бежать... ...на тысячу километров. Как нам говорил тот... ...вот, кабан бегает. А нет, это плоть. Или кабан, без разницы. Бежим просто. Просто бежим... ...на сортировку. Там, наверное, надеюсь, будет солнышко... ...и всё хорошо. Не так, как тут. Так. Блин, у меня... ...энергетики заканчиваются. Там-там кто-то стрелял. А мне пофиг. Да ё-моё. Я же ту мину уже обезвредил. Какого она взорвалась? Костюм только... ...потряпал. Так, вот моя машинка. Здесь крысы ползают эти. Кстати, они немножко измени... ...что же... Это как осьминожка на тоненьких ножках. Или как... ...сороконожка или гусеница. Ну... ...точно... ...очень похоже. Так, я хочу... Ой... ...хочу ещё проверить. Деревня новичков. Там... ...эти сталкеры... ...так же и остались. ...привидения. Так, стоп. Сейчас. Так. Да, они так же и остались привидениями. Так, мы едем дальше. Всё. Тут можно... Ах, нет, ещё не надо. Поедем дальше. Машинку лучше оставить тут. Ой. Чё, колесо так? Хи. Ладно, я... ...сейчас вот этот пропуск сюда помещу. На всякий случай, вдруг меня... ...будут спрашивать. Ну всё, встретимся на зарстировке. Так, нам сразу сообщение. Хилга, с возвращением заканчивай... ...те дела и подходите в бар. А где моя машинка? А, я её там оставил. Так, ну... ...подходим к ним. Сейчас они сар, да? Вот наша машинка. Так, сообщить. Сначала надо сообщить... ...о найденном вертолёте. Я не знаю, почему-то здесь... ...такая вот штука происходит. Вот эта линия непонятная. Лагерь бандитов. А-а-а. Очень странно. Так, ну поехали. Ладно, я это снимаю. А хотя уже почти приехали. Такс, такс, такс. Такс. Сейчас они нас, наверное, опять будут спрашивать. А нет, уже не спрашивают. Ну отлично. Так, сохранимся. Что вы хотели? Полковник, вы посылали вертолёте в Тёмную долину? Откуда у вас эти сведения? Вся информация по спецоперации засекречена. Один наёмник рассказал мне, что видел, как два вертолёта с украинскими опознавательными знаками на бортах были втянуты в аномалию. Они погибли? Полковник, я не знаю, что это было за аномалия. Наёмник описал её, как чёрную воронку. Вообще-то он сказал, темно, как у сатаны в заднице. Но я видел один из затянутых её вертолётов. Можете проявить, полковник, человек достаточно бесстрашный, но увидев этот вертолёт, я испугался. И мне не стыдно в этом признаться. А, значит, походу, тот вертолёт, который был в лаборатории, ну, там вот, где этот псевдогигант, но его там не было, значит, это его, типа, затянуло. Что с вертолётом? Где он? Говорите же. В лаборатории X-17. Он как будто пролетел через ад, полковник. Он весь покрыт странными, пугающими знаками. От него исходит призрачный свет, и он висит в воздухе, но лопасти его неподвижны. А экипаж? Я не видел их ни живыми, ни мёртвыми. Могу только предположить, что они всё ещё на борту. А второй вертолёт? У меня нет информации. Что же делать, проводник? Вы можете... Поможете нам? Ваши услуги будут оплачены. О какой с вами идёт речь? Назовите сами. Хорошо, определимся с задачами, полковник. Подтвердите статус команды и экипажа первого вертолёта. Найдите второй вертолёт. Определите статус команды и экипажа. Выживших вывезти из зоны. Ясно. Вас будут сопровождать два отделения морской пехоты США. Нет, полковник. Ваши люди погибли. Зона сжрёт их. Мои люди прошли спецподготовку. Они обучены выживанию в любых условиях. Но не в зоне. Моё слово, я иду один. Либо я не иду вовсе. Хорошо, пусть будет так. Но помните, проводник, мне нужен результат. И личная просьба, проводник. Возможно, вы найдёте экспедицию. Они в районе агропрома работают же. Увеличиваю вознаграждение. А мне нужно снаряжение. Всё, что вам нужно, получите у каптора. Потом вернётесь ко мне за разрешением на выход за периметр. Хотя, думаю, у вас такое разрешение уже есть. Можете выбросить свою липу. У вас теперь будет подлинный пропуск в зону. Ну что ж, полковник. Вертолёт из ада. Так, значит, сначала надо... Каптор. И где этот каптор? Рядовой Парсон, Мэйсон, Мэнсон, Нейбор, Нейбор, Кент, Коппер, Шелл, Ватсон, Кент, Адам, Мэйсон, Абрамов, А, Томсон. Ой, сколько их тут. Ладно, я пока что не знаю, где этот каптор. Но я знаю, что надо сейчас принести вещи Бормана. Ладно, я это снимать не буду. Встретимся где-то там, возле него. Так, всё, я пришёл к нему. Ммм, здорово, контракт выполнен. Отлично. Вот вещи, из-за которых были убиты Бизон и Луки. Вот, Вальтер. Так. Вальтер. Ух ты. А я в лаборатории его хотел выкинуть. Так что помните, что нам нужен... Ну, куда будете проходить? Нужен ещё Вальтер. Что там? Ты не... Так, что там, ты не путаешь? Именно из-за старой пушки никаких таксив на нерусском. Нихера не въезжаю. Ладно, Гена поработает. Может, Наройчо. Наройчо. Грек сообщил, что это были наёмники. Трое. С ними как? Больше ты у них не услышишь. Хорошо. Поработаешь ещё на меня? Будешь платить, буду работать. Лады, сейчас немного разгребу и определю, что тебе дальше делать. Свяжусь через Молдавану. Хорошо. Сто тысяч! Ура! Лёша, у меня возникли вопросы. Ну, спрашивай. В деревне новичков на кордоне я видел призраков. Часто такое случается? Чаще, чем тогда хот... Того хотелось бы. И кого ты видел? Меченого и волка. Выходят из бункера, подходят к волку и всё исчезают. Да. Я тоже с братвой это видел. Говорят, зона так тебя приветствует. У кого кишка танка, сразу лыжи в зад поворачивают. Что ещё хочешь узнать? Человек, с которым я говорил, вдруг развалился на десятка-полтора огромных крыс. Говорят, к этим сталкерам прикоснулся меняющие лица. Спрашивай дальше. Меняющие лица, кто или что это? Новая сталкерская легенда. Тип с разными масками вместо лица. Так кто это? Хрен его знает, но держусь от него подальше. Мужики, контактировавшие с ними, съезжают с катушек. Что ещё интересует? Тропак в центр зоны. Всему своё время. Да и зачем тебе туда? А что там? Видел, что за периметр в центре, вообще дерьмо. Если будешь контракт на работу в центре, подпишешься. Если цена контракта устроит. Устроит? Что тебе ещё рассказать? Так, что там за воин сидит возле палатки? Олейник? Не в себе он немного раз... Говорить сложно. Но если пару пузырей водяра ему накатишь, язык глядишь развяжется. Он-то стоит оборотуха. Крышу он тебе точно подвинет в свои фантазии. Хм, попробуй напоить, ладно. Так... Встреча. Найти команду первого вертолёта. Полковник Опер, поделить статус команды экипажа первого вертолёта. Найти второй вертолёт. Определить статус команды экипажа. Выживших вывести из зоны. Пропуск получить у полковника же, но после разговора с каптором. А где этот каптор, долбанный? Ладно, я найду каптор, тогда продолжим. Так, я здесь просто заметил, что... Сидорович покупает вот эту вот винтовочку, которую я собаку валил где-то с пятого выстрела только замочил. За 31 999 рублей. Это очень хорошо. Удачной охоты, сталкер. Ладно, я сейчас ещё тут побегаю. Но... Уже, наверное, на этом закончим, но я выложу тут что-нибудь. Допустим, вот это выложу. И выложу ещё... Так, патроны... Опс, нет, это надо. Вот эти патроны. Вот эти патроны. Так... Что ещё? Калаш, наверное, хотя... Нет, калаш пока ещё побудет. А вот выложу вот эту пушку. Будет у меня кольт. Так... И всё. Да, на этом всё. Так, ну всё. Там что-то Хьюга нам говорил к нему подойти. Но это уже будет в следующей части. А сейчас... Я прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok